Все собрались. На перерыве только что был вопрос, а если у меня 7-й конфигурационный менеджер, как мне переехать на 12-й конфигурационный менеджер? Миграция, отдельная тема, мы ее рассматривать не будем для простоты и для экономии времени. То есть это отдельная тема для семинара. Если совсем кратко, обновление не поддерживается. Почему? Потому что 7-й конфигурационный менеджер был 32-битным приложением, 12-й конфигурационный менеджер 64-битное приложение, много чего изменилось. И просто запустить инсталляшку 12-го, сказать апдейт невозможно. Это технически невозможно, вы не можете этого сделать. Вы можете делать сайт-байсайд-мигрейшн. Что это такое? Вы поднимаете рядом инфраструктуру 12-го конфигурационного менеджера, сервер, либо сервера, и говорите, у меня вот есть сайты 2007-го, там такие учетные данные, там такие-то коды сайтов, там такие-то сервера. Я хочу с этих сайтов смигрировать вот такую вот информацию. Пакеты, коллекции, загрузочные образы, то-секвенсы, имиджи, апдейты, чего угодно. Мигрируется очень-очень много всего. Смигрировали, затащили все объекты, которые вам нужны. Затащили все объекты, которые вам нужны, и убили седьмой конфигурационный менеджер. Только так. Ну а клиенты, которые есть, на переустановку. Где автор вопроса? Где все? Здесь нет. Хорошо. Только так. Затащили объекты, убили, переустановили клиента, работаете. Вся информация, которая была в базе конфигурационного менеджера седьмого, она не перетащится в девятый конфигурационный менеджер. Это невозможно. Пока вам нужна информация с седьмого конфигурационного менеджера, вы до тех пор и держите ту иерархию. Вам нужна инвентаризация, вам нужны там какие-то отчеты, как там что отрабатывало, с ошибками, не с ошибками. До тех пор держите эту базу с этими отчетами. В основном, как эта информация вам уже не нужна, вы убили конфигурационный менеджер. Информация из базы в базу не мигрируется. Как под коллекции. Под коллекции смигрировать на 12-й. То есть в 7-м есть под коллекции. В 12-м коллекции нет. Они смигрируются просто как коллекции. Как отдельная коллекция. Да. В 12-м намного проще работать теперь с коллекциями. Можно делать коллекцию на основании какой-то коллекции. Можно говорить include или exclude. И не нужно там морозиться особо. Теперь есть только там папки, чтобы просто для графического отображения в конфигурации менеджер. Вы говорите, вот у меня есть папка. А в папке там десяток коллекций каких-то и все. То есть сейчас работа с коллекциями стала намного удобнее. В принципе упростилась работа с конфигурацией менеджер. На счет работы с коллекциями за счет client settings. То есть теперь не нужно плодить сайты для того, чтобы менять настройки для агентов. То есть вы делаете теперь только отдельные настройки. Упростилась иерархия. Но об этом мы не будем говорить. Сейчас уже нет подчинения. Primary, 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 Secondary. Сейчас только Central Administration сайт. Новый тип сайта появился, который управляет всей иерархией. Central Administration сайт, Primary и Secondary. Либо Central Administration сайт, Primary и Distribution Point где-то. И все. То есть теперь нет такой вот разношерстной... В смысле не разношерстной, а глубокой разношерстной иерархией. Как было. Ладно. Вторая часть нашего семинара. Мы задержались немножко на настройке. Установка программ. Что из себя представляет? Называется это теперь Applications. Пакеты, которые работают с пакетами сейдинговой конфигурацией менеджер. Они также остались, они также работают, также устанавливаются. Есть какие-то исходные файлы, есть Command Line, программа, что называлась все время конфигурация менеджера. Это также распространяется. Установка программ. Что из себя представляет? Стало намного удобнее. Не стало намного удобнее, а это просто новая модель работы с приложениями. То есть это вообще новый функционал с нуля. Что у нас есть? Мы создаем приложение, мы говорим, у нас есть какое-то приложение. Его там как-то обзываем, называем какую-то версию. Даем информацию для клиента. Как это будет отображаться у пользователя конечного, если пользователь будет работать с Application Catalog. Появилась новая штука, называется Deployment Type. Я не знаю, как в русском это будет звучать, потому что сейчас документации русскоязычной нет по Configuration Manager. В 12-м тип распространения, можно так это назвать. Тип установки, я не знаю. Тип распространения, что из себя представляет? Это может быть установка ПО для мобильных устройств, установка ПО от PV. Это может быть MCI-пакет, либо что-то другое. Какой-то скрипт, либо какой-то экзешник. В чем плюс Configuration Manager по сравнению с другой политикой? Круповые политики могут устанавливать, что только MCI. Надеюсь, на эти все это, да? Configuration Manager может запускать все, что угодно. Все, что вы можете двойным кликом запустить. В чем суть Deployment Type и связки с Application? Вы внутри этого приложения делаете несколько вариантов установки. Для мобильного устройства, для пользователя, да? Пользователь сел за какой-то там терминал, ему приехало виртуальное приложение. Пользователь сел за свой ноутбук, ему приехал его софт. Пользователь взял свой на ладоник, ему приехал свой софт. И это все один софт. Но разные типы установки. Вы делаете это все внутри одного приложения. Что вы там делаете? Да, я назвал это тип распространения. Requirement rules. Если раньше в Configuration Manager 7 нужно было делать коллекцию на основании инвентаризации, вы говорили, мы хотим ставить этот софт на коллекцию с компьютерами, у которых не менее 512 мегабайт оперативной памяти. Вам нужна была инвентаризация для этого. И ваши коллекции не были актуальными. Коллекции на основании запроса. Коллекция не была актуальна, потому что она обновлялась раз в какое-то время. Каждые сутки, каждые 5 часов. Не суть важна. Но она обновлялась. Сейчас от этого ушли. То есть это все в принципе работает. Можно делать так. Но вы теперь можете проверять ваши компьютеры перед установкой сразу. То есть установка не начинается, пока компьютер не будет соответствовать. Вы сказали, установи туда-то. Приехала политика, говорит, мне нужно установить какую-то программу. А требования к программе. Такие-то, такие-то и такие-то. Проверили. Если соответствует, установка началась дальше. Пошла. Если нет, просто ее не начинаем. Просто ее не делаем. Что у вас еще есть? В зависимости, вы можете сказать, что с этим софтом на компьютер должно приехать еще что-то. С фотошопом должен приехать 7-Zip. С офисом должен приехать Framework. Или с фенапом должен приехать Benrard. И суть важна. Или 5 каких-то там приложений. Суть понятна. Вы говорите, что для правильной установки этого ПО у нас еще должно быть это, это, это. Вдруг это есть? Хорошо, мы его не инсталируем. Если этого нет, то сначала мы в таком порядке устанавливаем программы. Такие-то. А потом инсталируем наш софт. Это очень удобно. И настраивается буквально несколько кликов. Метод обнаружения. Если у нас на компьютере есть такой-то файл, либо там такая-то папка, какие-то параметры по такому-то пути, то мы предполагаем, что софт есть. Мы его повторно не инсталируем. Если на отдельных параметрах нет, какого-то файла, мы исполняем акробат-ридера какого-то, точка.exe, если у нас нет на компьютере, мы инсталируем акробат-ридер, подразумевается, что на компьютере его нет. Командная строка суть та же. Конфигурацион менеджер, как я обычно говорю, моя любимая фраза, Конфигурацион менеджер это просто транспорт. Конфигурацион менеджер за вас не придумает, как в тихом режиме установить программу. Ваша задача для Конфигурацион менеджера подобрать параметры для правильной установки программы в тихом режиме, чтобы пользователь не выскапивал никаких окошек, никаких галочек, никаких кнопочек, чтобы он не звонил в IT-одел и не кричал, а какую мне эту галочку поставили, а вообще что-то выскочило, а вы все дураки, верните мне все в зал, как это обычно происходит. Ваша задача подобрать вот этот Install.exe, ключ, 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 и скормить его Конфигурацион менеджеру. Если вы этого не сделаете, Конфигурацион менеджер отдаст пакет. То есть возьмет просто все файлы, будет транспорт, возьмет эти файлы, отдаст на компьютер, скажет, мне сказано запустить Install.exe. Запустился Install.exe, и Конфигурацион менеджер умыл руки, и он ждет от программы, какой код завершения она ему отдаст, эта программа. И висит это окошко у пользователя, и пользователь не знает, что с ним делать. То есть ваша задача подобрать, включить для тихой установки, да. А установка начинается с программы сервера, и идет приобретельно рекомпирование рабочей станции, и потом запуск. Либо так, либо так. То есть я должен указать параметры, которые происходят, да? Вы это не указываете в командной строке, вы это указываете в свойствах приложения, запускать приложение с Restribution Point, либо доставлять пакет локально. Инсталляция, как я сама получаю? В данном случае я тоже должен указать, что это будет как-то стиль, или как-то? Нет, вы когда, я покажу это на практике, вы когда делаете командную строку, прописываете, вы нажимаете кнопочку Browse, и говорите, вот этот файл будет запускаться. Инсталл.exe, и говорите, вот его запускаем, и вот я там еще три ключа к нему придумал. Нажали ОК, и получили программу. Как заставить вся твоя группа сфинкопировать себя? Как заставить одобрщину не копировать себя? Ну, дело вкуса. Есть ли? Нет, вопрос мне. Можно не копировать его в папу систем, кэш, да? Ну, даже если его не копируют, он все равно, но он себя стоит делать. Сначала, да, на самом деле, если вы можете это уже устанавливать. Нет, почему? Вы можете запустить здесь attribution поинта программы. Ладно, можно, чтобы глупость не сказать, не буду копировать. Не устанавливал офис через конфигурацию мэш. Устанавливал много чего, но не офис. Да. То есть, если их нужно вручную прописывать? Да. Ну, не вручную, а если у вас есть какие-то приложения, уже сконфигурированные в Configuration Manager, да? Нет, а если я, допустим, вот, спаковал я свой MSI, где он мне указал ProID, которые мне нужны, чтобы продолжить сфинкоп, он их не пропасит? Нет. Ему вообще премпендикулярно, что вы там указали. То есть, если у меня руки на груди, не сравниваю, на какой стороне у тебя кем. Понимаете? Вот здесь то же самое. То есть, он делает Dependencies на основании своих приложений, которые у него есть. Вы сделали 10 приложений, делаете 11-е, и говорите, чтобы его поставить, я хочу вот это вот и это еще зацепить прицепом. Только так. И контент. Собственно, те файлы, которые вам нужны для установки программы. Собственно, что из себя представляет установка программ? Ну, об этом, в принципе, наверное, вы знаете, и об этом я уже говорил. В чем плюсы по сравнению с Active Directory? В том, что можно запускать что угодно. Мало того, у вас есть расписание, вы можете по расписанию это запускать, сказать, что какая-то программа на таких-то компьютерах будет выполняться в четверг в 13.42. Групповая политика вам не сможет этого сделать. Какие еще плюсы? Установка программной коллекции. Вы, в принципе, можете через VMI-фильтры в групповых политиках намутить какой-то большой-большой запрос и сказать, что полезем к VMI, и там мы сделаем, проверим версию операционной системы, проверим оперативную память, проверим диски и так далее, и так далее. Но вы не сможете в этом VMI-фильтре указать, поискать какой-то файл на компьютере. Если у вас есть Software Inventory, вы можете установить программу только на те компьютеры, где есть какой-то файл такого-то именно размера. Но он должен лежать вот там. В общем, плюсов много. У вас самое главное есть отчеты. Отчеты, как и что у вас где установилось, не установилось, где сейчас устанавливается, и по какой причине не установилось, если вдруг что-то не сложилось. Кратко об установке программ, что в принципе вообще есть. Интересная такая штука, пользовательский портал самообслуживания. Есть у Configuration Manager, пользователь открывает просто браузер, понятно, делает Internet Explorer. Не пробовал. Ну, грех, когда у других работали, не знаю. Но честно признаюсь, у меня на рабочем ноутбуке дома есть Firefox. Когда у меня что-то не работает в Internet Explorer, я не открываю Firefox, я проверяю, правда ли сайт упал. И все. То есть только для таких целей она у меня есть. И вот все остальное я делаю из TrotExplorer. И всегда сайт падает, когда мы собираем. Declon 1 Type, уже поговорили. Тип развертывания ПО, Dependencies, да. Distribution Point Groups. Вы можете объединить ваши Distribution Pointы в группу. Ваши там 10, 20, 50 серверов объединить в группу. И сказать, распространяю этот софт на группу Distribution Пойнтера. То есть вы сконфигурировали ваше приложение или ваш пакет, да. Сконфигурировали. Вам нужно дать это на этот сервер, который будет впоследствии давать это клиенту. Вы сказали распространить на Distribution Point Groups. И на 50 серверов поехал этот пакет. Вам не нужно 50 галочек вставить. Мелочь, но приятно. Экспорт контента. Вы можете экспортировать контент, как данные о приложении, так и файлы, которые к этому приложению относятся. Это все зипуется. Вы потом этот зип можете дать, не знаю, другому администратору СЦМа. Можно так. Можно еще. Кто вдруг будет разворачивать релиз-кандидат, тот вероятнее всего будет делать тоже экспорт контента, потому что обновления с релиз-кандидата до РТМа нет, не будет его. Так же, как не было обновления с бета-1 на бета-2. С бета-2 на релиз-кандидат 1, с релиз-кандидата 1 на релиз-кандидат 2, и с релиз-кандидата 2 на РТМ обновления не будет. Оно доступно специально обученным людям, но мы с вами в них не попадаем. На самом деле обновления не будет. То есть вы сейчас вправе развернуть Configuration Manager, скачать инсталляшку, развернуть, пользоваться в 180 дней. Возможно, хотел сказать в апреле, возможно в апреле выйдет РТМ. Вы его скачали, кнопки Upgrade нет. Невозможно. Точнее она будет, но технически это не отработает. Это отработает только у тех, кто знает секреты. Но есть такая технология, по-моему, adoption программа, называется TAP. Там заказчики, вот это крупная компания, у которых подписано специальное соглашение с Майкрософтом, так вот они получают набор скриптов, эти компании, набор скриптов и набор документаций, как правильно переезжать с беты на релиз-кандидат, с релиз-кандидата на РТМ. Поскольку, я думаю, здесь таповцев нет, и я среди них тоже. Нет? Вот. Поэтому все будут удалять релиз-кандидат и ставить РТМ. Такая маленькая досада. Симуляция развертывания. Вы можете провести симуляцию установки приложения. Не будет копироваться контент туда, не будет проверяться, а правильно ли вы там указали команду для установки в тихом режиме. То есть это не будет сидеть. Проверяется что? Проверяется dependencies, проверяются зависимости, проверяются требования, requirement rules, проверяется supersedence. Об этом я еще расскажу. В инвертировании пакетов приложений есть отдельная утилита, Package Conversion Manager, по-моему называется, которая инсталируется в 3клик, интегрируется в консоль Configuration Manager. Что она позволяет делать? Она позволяет вам смигрировать пакеты в приложения. Если вдруг у вас есть седьмой Configuration Manager, вы оттуда смигрировали пакеты, хотите превратить их в приложения, потому что с приложениями намного удобнее работать, больше возможностей, намного больше возможностей. Вы можете при помощи этой программы смигрировать приложения, постараясь показать это сегодня. Хотя бы глянуть, что оно такое. Content Live? Симуляциями изготывания, там можно посмотреть, куда, на чего реестр пишет, поэзовую систему. Проверка только на dependencies и на requirement rules. Вы говорите, что я сделал вот тут и тут, определю какие-то требования. Я распространяю это ПО, якобы распространяю это ПО, на группу компьютеров. Скажи-ка мне, пожалуйста, где он не отработает? Он скажет, что вы определили, что этот софт поедет на компьютеры, у которых 1024 мегабайта оперативной памяти. То есть минимум. Говорит, в коллекции было 100 компьютеров, а на таких-то компьютерах установка не отработает, потому что там 112 мегабайта оперативной памяти. И все. Да. Биолетика контента. Теперь, кто работал с 7n, тот оценит. Файлы пипируются только один раз, даже если в них входит несколько пакетов. Ну, еще много всякого разного, но мы об этом не будем. Теперь на Distribution Point есть расписание и пропускная способность. Вы можете это выставить. Вам не нужно для этого secondary site делать. Вы можете где-то в удаленной точке поставить Distribution Point и сказать, что между сайт сервером и Distribution Point вот такой вот канал зажатый, и он работает только тогда. Это очень хорошо. Configuration Manager может удалять программу. Вы делаете просто отдельное назначение. Деплой отдельно делаете, в котором указываете, что это не install, а uninstall. Но вам тоже нужно опять указать эту программу. Эти ключи для удаления программы. Configuration Manager сам не догадается, как ему нужно удалить это приложение. Запросы на установку тоже есть из каталога пользователя. Запросы на установку для пользователей. Пользователи говорят, я хочу этот софт. А мы говорим, погоди. Сначала мы должны это заправить. Он пишет, пожалуйста, уважаемый администратор, мне очень-очень-очень нужен этот софт. Разреши мне, пожалуйста. Администратор открывает консоль Configuration Manager, введет этот запрос, сделает ему approve. И тогда клиент может, в смысле пользователь, на клиенте может установить эту программу. Ладно, глобальные условия. Это требования наши. Покажу тоже. Замена старых приложений и новых. Вы можете сказать, что если у нас есть там какое-то ПО, вот такое вот. Да, мы его уже инсталлировали. Если оно там есть, мы можем ее заменить на новую версию. Либо поверх накатить, либо эту удалить, старую версию, а новую установить. А теперь поделаем. Как же это за фейлот? Так. Все пароль записываем. Восемь точечек. Со стороны пользователя. Вот. Установился, кстати, наш, как вы видите. Помните, да? У нас был CCM Setup. Теперь это CCM Exec.exe. Это приложение, которое, в общем-то, говорит о том, что у нас есть клиент на компьютере. Называется CCM Exec.exe. Что появилось здесь? Каждому клиенту устанавливается приложение на серию на лайте. Называется это Software Center. Вот такая вот штука, в которой мы можем видеть приложение, назначение приложения, назначение операционных систем, установку, то есть, и назначение апдейтов на этот компьютер. Да. Спасибо за вопрос. Кто работал, да. Кто работал с Configuration Manager 7-ым, было в панели проявления Run Advertising Programs. Не знаю, как это русском ручало. Теперь там этого нет. Теперь там только Configuration Manager. Вот его плет с несколькими вкладками. Где указано, к какому сайту мы привязаны. Вот. Код сайта. Кто у нас является назначенной точкой управления в нашем Management Point. Версия клиента. Какие компоненты у нас установлены. Вот они у нас активированы. Задачи, которые выполняют Configuration Manager. Обновление политик, наверное, самая частая бергеревая задача. Вот так вот. Run Now. И в данный момент клиент полез на Management Point, политику, запрашивать, спрашивать, а что же мне назначено или не назначено, а что мне там вообще делать, как мне себя вести. И много разных задач. Об этом мы пока не будем. Алис. Подожди. 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 Со стороны Configuration Manager давайте про каталог. Покажу. Каталог. Каталог. Что нам нужно. Роли. Устанавливаем две роли. Аппликейшн каталог. Аппликейшн каталог. Веб-сервис-поинт и веб-сайт-поинт. Те роли, которые нужны для того, чтобы пользователю отображался каталог. Они работают на ИИСе. Настройка подробно описана. В принципе, не вызывает сложности. В бете была проблема, довольно серьезная, очень долго бился. В релиз-кандидате, в принципе, это все нормально работает. Настройка указана. Кто помнит, как мы устанавливаем? Говорим, add-site-system-roads. Ну, если бы у меня их не было, то они бы здесь вот присутствовали. То есть здесь перечислены только те роли, которые еще не установлены на эту систему сайта, на этот сервер. Я не буду их удалять и устанавливать заново, потому что извините. Чтобы удалить, нажимаем просто правой кнопкой Move-Road и все. Ну, либо здесь, в нашем RipBone, который называется. Его, кстати, можно скрыть. Так, раз у вас стало больше места. Далее. Как выглядит каталог пользователя? Каталог. Он у меня был закрыт. Сейчас вы посмотрите, насколько быстро он открывается или менее на самом деле решите. И вуаля. Вот то, что видит пользователь. Имя программы, версия программы, кто ее автор, в какую категорию она входит. Но я категорию не определял. Requires approval либо нет. Нужно ли апрулить инсталляцию этой программы, либо нет нужно. Выбираем программу, нажимаем на стол и инсталлируется программа в тихом режиме. Сейчас дальше мы посмотрим, как это происходит. Еще раз. Когда большие программы, например, приедет в группе, да? Он звонит, тоже приходит в группу. Сидит, ждет. Он видит, что давно установилось. Здесь будет всплывающее окошко, что программа установилась. Она сама. Да. Ну давайте, ладно уж. Давайте немного магии, а потом покажу, как это все конфигрируется. Например, Excel в дюбину. Да. Он говорит, вы точно хотите? Я говорю, окей. Он там сейчас жужжит. Определяет, что к чему. Говорит, ваша инсталляция началась. Угу. Это прогресс-бар какой-то. Прогресс-бар. Мигает вот. Он мигает. Смотрите. Угу. Окей. Открываю. Вуаля. Вот наш Excel в дюбину. Угу. Вот в таком вот виде это со стороны пользователя выглядит. Теперь как это конфигурировать? Да. А вот раз это было установка программ. Угу. Угу. из путей с планами правления на основном создавание программы ставить программу из сети. Есть ли возможность вот эти вот сон, которые к нам уже создавали через ВЭПа, чтобы он там был, там где более-менее все привыкли к пользователю? А можно чего угодно делать по старинке, можно даже руками с художниками ставить? Ну, по старинке используя функционал Ассистенция гиппетинанса. Публиковать его там? Да. Там можно публиковать. Потому что это опять новое место, где нужно включить пользователей пользователей. Ну, некоторые на семерку ставят с ними грибы. Знаешь почему? Потому что пользователи будут бояться, потому что новая система. Я знаю, что об этом способе не все знают. Программные компоненты вот здесь уже. Где тут установлена новая программа сети? Да. Вот тут же появляется программа, которую мы публикуем, например, через групповые политики, и у нас удобно еще в 10-15-20. Есть пользовательский каталог. Зачем пользователям 38 кликов, если он браузер открыл, который можно запилить домашней страничкой, и все. Ну, у меня там даже иконка красивая есть, вот такая вот красненькая для акробатридера, где-то в нашем. Такая для бедра. Ну, вот домик книжечки красного. Мне нравится мой оптимизм. Поехали. Так, как мы это конфигурируем? Давайте по сути. В Software Library наше рабочее пространство. Теперь, кто видел консоль седьмого, будет радоваться консоли двенадцатого. То есть установка всего. Установка программ, установка операционных систем, установка апдейта вынесена в отдельное рабочее пространство. В отдельную рабочую область. Что у нас здесь есть? Global Condition. Да, это наши требования. Они определены здесь. Вот они здесь есть по умолчанию. Можно создать свою игре в Global Condition. И сказать, что... Как-то так. Что мы будем проверять? На что мы будем проверять компьютер? Настройки, какое-то выражение. Реестр, файловую систему. На скрипты, SQL-запрос и так далее. Мы говорим, что если у нас там есть какой-то... Не знаю. Что-то у нас тут есть. Не суть важности. Давайте что-нибудь выберем. Вот так вот пусть будет. Ай. Ай. Ну, потому что я здесь выбрал registry key, а не registry value. Мы говорим, если у нас есть вот такой вот ключ реестра... Ну, не суть важна, да? Сохранить. Мы можем заставить компьютер перед инсталляцией софта проверять на наличие этого... Так, где? На наличие этого ключа-реестр. Вот оно у нас здесь есть. В программе это выглядит... Сейчас покажу как. Давайте... Так. Закончить сразу. Програничка Conversion Manager. Угу. То, о чем я говорил. Конвертация пакетов. Ну, это будет полезно тем, кто переезжает с 7 на 12. Конвертация пакетов... Конвертирование, извините. Конвертирование пакетов в приложение Яна. Мы им говорим там... Вот такие у нас вот есть пакеты. Да. А у меня здесь... У меня здесь ничего нет, потому что у меня пакеты не смегрированы с 7. Ну, не суть в арху. Короче, эта программа там буквально в два клика может вам сконвертировать пакет. Если в пакете там все правильно, то сконвертировать его в приложение. То есть она забивается. Теперь по сути. Создание приложения. Клей. Апликейшн. Он говорит, чего вы хотите устанавливать. FPV, MCI, либо для мобильных устройств. Мы говорим не а. У нас не MCI. У нас будет свое приложение. То есть не MCI приложение. Что мы здесь делаем? Что у нас здесь есть? Акробат-ридер 9. Я сейчас сделаю приложение для Акробат-ридера 10. Остальное настроим потом. В принципе, там можно по умолчанию проглацать. Я расскажу. То есть мы сейчас сделали болванку, такую заготовку, которую мы сейчас будем долго и упорно конфигурировать. Клоун сказали. Вот наш Акробат-ридер 10. Открываем его. И теперь мы его брали. Кто у нас производитель? NDO-производитель. Какая версия? Версия X. Доступна? С какого периода? Например, сегодня она доступна. Разрешает ли устанавливать эту программу? Через TAS Sequence, если мы вдруг будем устанавливать эту программу в процессе установки операционных систем. В том числе в процессе установки операционных систем мы можем и устанавливать приложение. А в установке операционных систем дальше. Кто у нас владелец? Кто у нас саппорт этой программы? Аппликейшн-каталог. Как это будет выглядеть для пользователя? Если у нас там язык систем английский, значит у нас там будет что-то, не знаю. Давайте добавим на английский и русский, например. В Бенгале вот здесь. В дефолт у нас будет русский, например. И определяем, как он будет называться у нас. И если это украинский, у нас это будет... Американцы вот любят свою презентацию и говорят, что это Adobe. Adobe Reader. У нас тоже будут. А не ты. Будет. Как это у нас? Давно пинется. Вот так вот у нас будет. Что-то у меня изображение просто подтормаживает. Adobe Reader для украинского. Для украинского, не знаю. Adobe Reader для русского. А для английского у нас будет по-человечески. Или совсем по-человечески. Мы можем внести это в какую-то категорию. Ну давайте категорию создадим сразу. Создали категорию. Можем выбрать документацию. Можем там линк какой-то сделать. Можем описать эту программу. Можем ввести какие-то ключевые слова. Это все нужно для того, чтобы пользователь не запутался. Если у вас какой-то там огромный такой каталог приложений. Там на пятьсот, например, приложений. Или на тысячу. Для того, чтобы он смог найти нужный ему софт. Если, как у меня там десять это приложение. Понятно, дело с этим заворачиваться не нужно. Ну и иконку даже, по-моему, поменяем. Чтобы все было красиво. Ага, не поменяем иконку. Потому что у нас нет... Откуда ее взять? Ну я сейчас установлю. Акробат триггер на компьютер. Что? Из инсталляшки он не найдет ее. Проверено. Есть инсталляшки. Так, ладно. Пока он будет инсталлироваться. А мы замнем для ясности нашу иконку. Потом ее добавим, пока он там заинсталлируется. Что у нас есть? Так, если мы сейчас здесь пропустим, деклама так, тогда... Угу. Так, пока так. Оставим. Окей. Что мы дальше делаем? Дальше мы делаем тип распространения в наш дипломатарик. Так, а пока у нас здесь инсталируется Акробат, мы сейчас для примера заинсталируем здесь девятый Акробат Ридер на клиенте. Для того, чтобы... Я сейчас попытаюсь немножко макии показать. Если у нас есть Акробат Ридер девятый, то мы его заменяем на Акробат Ридер десятый. Попробуем поглядить, что у нас эта демонстрация отработает. В замену одного приложения другим. В нашем случае это будет установка поверх. Дипломатарик делаем. Ай. Давайте малая секунда закончим. Чтобы все было красиво. Создаем дополнительный пайл. То есть, что будет выполняться на клиенте, при каких условиях, с какими зависимостями. Он нас спрашивает, что это будет? MCI вы будете запускать? Вы помните, мы еще ничего не указали, откуда мы что запускаем, как мы запускаем, где вообще файлы лежат и так далее. То есть, это ничего нет. Есть только болванка. Мы говорим, что это будет не MCI, это будет скрипт. Ну, это не будет скрипт, это будет экзешник, но в данном случае мы это считаем скриптом. И называем это как-нибудь. Не знаю. Так, чтобы было понятно всем. Где лежит контент? То есть, откуда мы его будем забирать в наш Distribution Point. Вот здесь он лежит у нас в папке. А теперь, собственно, программа, что будет выполняться на клиенте. Нажимая кнопочку Browse, он говорит, у вас есть такие файлы. Их здесь может быть 38 миллионов штук. Соответственно, они нам все не нужны. Один какой-то будет исполняемый. Вот его мы и указываем, этот исполняемый файл. И прописываем ключи для тихой установки. Нет. Думая, да, он как женщина иногда тоже думает. Ну, я просто знаю ключ для тихой установки. Вы хотите попробовать без кавычек? Можно без кавычек. А отработает тоже. Можем сказать Uninstall. То есть тоже программа для тихой установки. Для тихого удаления. Но я не буду это прописывать. Метод обнаружения. Если у нас выполняются такие-то требования, мы софт не инсталируем. Я говорю, хорошо. Добавить вот такое вот условие. Например. Что у нас есть? Settings. Регистры. Windows Installer. Либо File System. Ну, проще всего. File System взять. Я говорю, если у меня есть на компьютере какой-то файл. И он лежит вот здесь. К примеру, вот так вот. А не суть важна. Продолжение. То мы подразумеваем, что у нас этот софт установлен. И еще раз делаем, для чего кто-то обидался. 64. Правильно, да? 64. Ага. Гамочка. Суть? Суть показателя. Там, кстати, была еще Modified, всякие хитрые штуки. То есть, либо он должен просто присутствовать на компьютере на файл. Либо у него еще вот такие вот свойства у этого файла есть. Когда он там создан, его размер, его версия и дата изменения. Ну, мы говорим, достаточно, чтобы он просто был. И здесь вот в коннекторах ставим не end, то есть не и. Вот такой вот и такой файл. А, либо так, либо так. То есть, если у нас там в c program files x86 либо c program files будет вот такой вот файл лежать, мы программу устанавливать повторно не будем. А ты? А ты под подписываться администратором? Что-что? А не под подписываться администратором? Нет. Ну, он устанавливал. Ну, у меня же вот 64-летная система. Я вот уже так себе на сервер установил. А не под подписываться администратором? Да, да, конечно. Вот. Инсталлировать от кого от имени пользователя, соответственно пользователь должен быть администратором, либо от имени системы. Сколько времени там будет длиться установка? Максимум. Requirements. Наши требования. Вот здесь вот мы их можем указать. Надеюсь, мы тоже очень любят думать в этом моменте. Девайс custom, девайс или юзер. То есть условия для пользователей по умолчанию, условия для компьютеров по умолчанию, либо наши кастомные настройки, которые мы сделали. Но здесь, по идее, если все правильно сделано, сейчас будет моя настройка. Вот. Our custom settings. Да? Можем ее здесь указать. Ну, поскольку от нее толку нет. Вот. Можно указать девайс. Вот. Например. Ну, там. Чего далеко ходить? Физикал мембери, да? Если у вас там больше 200 гигабайдер при резидент памяти, к примеру. Да? В моей интервлабе. По-моему, на семерке является 12. Если больше 200 мегабайт оперативной памяти, мы говорим, это нормально. Да? Оператор какой? Меньше чем? Больше чем? Равен? Неравен? И так далее. То есть эти операторы понятны. Мы говорим, если у нас 200 мегабайт либо более, мы программу устанавливаем. Да. На здоровье. Вот еще там задали какой-то. Условия какие у нас? Я не знаю, что там. Операционная система, да? Мы говорим, что эта программа у нас будет работать только на какой-то там семерке, например. Только на семерке 64-битной с первым сервиспаком. Либо на всех семерках. Вот так вот можем сделать и все. Если эта программа будет запущена на XP, то в консоли, не в консоли, а в аппликейшн-каталоге будет красненькая кнопочка. В смысле, вы нажали install и там идет красная такая ошибка, говорит, что ваш компьютер не соответствует чему-то. Либо он у него там то-то нет, либо этого, либо... Короче, какие-то штуки непонятные, извините, разберитесь сами. То есть он чему-то не соответствует. И вот в данном случае на XP эта инсталляция не отработает. Мы говорим, что у нас наш софт будет инсталлироваться на всех семерках, у которых больше 200 мегабайт оперативной памяти. В зависимости... Мы можем сказать, что вместе с этим софтом будет инсталлироваться еще чего-то. Не знаю, давайте скажем, что у нас будет инсталлироваться еще 7-zip. 7-zip у меня уже есть. Вот список моих приложений, а это список deployment timer. Список типов установки, которые уже сконфигурированы. Я говорю, что вот это вот еще должно быть установлено. Ок. Вам можно поставить убегалочный сайт? Ордные галочки поставить, а вот здесь вот. Ну там вот как раз у меня в условиях есть запускать на 64-битных системах. И, соответственно, это отдельный экзешник. 7-zip 64-битных. Либо на x86. Нужно попробовать. Вероятнее всего он должен выборочно заинсталлировать, но не будем пробовать. Ну там, кстати, на этой программе тоже можно оставить условия, чтобы сказать, что она 64-битных. Я об этом вам и говорил, да. То есть у меня все в nzip, вот в deployment type у меня там указано. То есть у меня одна папка, внутри одной папки лежит два файла. Но это все одно приложение. Просто там deployment type одна программа с одними условиями. Второй deployment type другая программа с другими условиями. Но это все одно приложение. Да. С разными условиями. В том и суть работы с приложениями. Вот так вот сделали. Climakey. Если у вас есть желание. Вам ничто не мешает там 7-zip x86 развернуть на сейдер. Если у вас есть эта потребность. Ну, логичнее, конечно, там ход свою платформу разворачивать. Но это не обязательно. То есть здесь суть демонстрации показать вам вообще как это работает. Сделали. Closed. Готово. Что еще хотелось показать. Да. Нужно его добавить. Правильно. На distribution point. Мы говорим distribute content. Можно это сделать уже при назначении. А можно это сделать при... Можно это сделать сейчас. То есть перед установкой. Можно во время установки сказать, что мы этот софт распространяем. И он там должен туда-то доехать. Говорим, на какую distribution point он поедет. Вот сюда. Но у меня один сервер, поэтому distribution point у меня там же находится. И вот он сюда едет, едет, едет. Сейчас, да? In progress. Доехал. Угу. То есть вот мое приложение. Вот. Еще раз. Ну, не совсем прямо. Ну, вы же понимаете, что это оттестировано все. Ну. Деплоймент types. Вот. Вот флага. Вот мы сделали, собственно, наше назначение. Точнее, то, что мы будем выполнять и как мы это будем делать. И deployments. Здесь у нас пока нет. Мы еще софт никуда не назначали. Что еще хочу сделать? Я еще хочу. Акробат ридер. Десятый. Поставить поверх девятого. Если у нас где-то на компьютерах будет обнаружено Акробат ридер девятый. Вот он, наш родной. То мы его будем заменять вот этим вот нашим деплататором. Окей. Окей. Ну, в общем-то, и все. Теперь мы говорим деплой. И выбираем коллекцию, на которую мы назначаем. Либо коллекция с пользователями, либо коллекция с компьютерами. Если вы назначите софт на коллекцию с компьютерами, пользователь не увидит, понятное дело, этого софта в application каталоге. Мы говорим, что юзер коллекция, ну, например, на всех. Ну, нет. Контент. Могли бы здесь вот добавить на distribution point. Он сейчас говорит нам, что уже контент там находится. Хотите еще, можете добавить. Я говорю, не хочу. Deployment settings. Что мы будем делать? Install. Uninstall. Доступен. Лемон приезжает по требованию. Мы говорим, что он просто доступен. Автоматически обновлять все версии. То есть, если будут найдены старые версии. И требовать опробу от администратора. Угу. Здесь указано. Сейчас будет. Расписание. Когда там софт доступен. Не знаю. Например, он стал там доступен около часа назад. Автоматически два часа отминусовал. Что? А, вот тогда куда? Тогда ничего. Ну, остальные настройки, в принципе, трогать не будем. Все. Мы назначили софт на пользователя. Кстати, у нас как-то девятый установился там. О! Установился, да? Девятый акробатридор. И вот он у нас здесь есть. Вот. 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 Низ не уводит. Все в порядке. Хорошо. Что нам теперь нужно? Нам нужно обновить информацию в каталоге приложений, чтобы там отобразился этот софт. Можно подождать, а можно не ждать. Вот. Тут есть вот такое хитрое задание, которое называется обновление информации в каталогах. Update Application Catalog Tables. По умолчанию каждые пять минут там является информация. Мы говорим запустить эту задачу сейчас. Ну, это просто в качестве демонстрации для того, чтобы наглядно показать. И вроде как все. со стороны пользователя. Как это выглядит? А то перидор? Да. Кто сомневался? Видите, Акробат Ридера девятого уже нет здесь в списке. Потому что мы его перекрыли десятым. Угу. Да. Угу. Угу. Да. Угу. Угу. Мы сказали, что старое приложение у нас для пользователя уже недоступно. Если пользователь себе захочет Акробат Ридер поставить, он может себе поставить только девятый, только десятый. И никак иначе. А если у него еще и девятый, если у него это девятый, мы десятый накатим поверх девятого. Если бы у нас был прописан Uninstall для девятого, можно там было еще галочку поставить на вкладке Супер Синтенс, поставить галочку Uninstall. И тогда мы накатывали бы не поверх, а мы бы удалили сначала корректно девятый, а потом бы поставили десятый. Что случится в данном случае с Акробат Ридером девятым, если он будет открыт, я не знаю. Разница будет остаться за большинство ошибок. Ну, потому что он не сможет накатить поверх. Видите, requires approval, yes. Угу. То есть мы не можем просто так установить кнопочка не Install, а кнопочка Request. И мы должны написать что-нибудь здесь. Давайте придумаем что-нибудь. Понятно. Ладно. Так, что-то я нажал уже. Тону. Угу. С клавиатурой. Даже давайте ставим. Ну, плати. Так. А у меня. А у меня так и происходит. Нужно позвать техподдержку и спросить, что случилось с моей клавиатурой. Давайте его еще раз. Что-то у меня залипло. Так, давай, да. Это клавиатурой. А прокладки между ней и компьютером... А в прокладки между ней и компьютером... Так, ладно, хорошо, пусть будет C, я не могу к клавиатуре прикасаться, что-то с ней случилось. Отправили, отправили, точнее, реквест отправили. Открываем наш конфигурочный менеджер. Смотрим наши реквесты. С Отвел Арбери. Вот наши реквесты. Что у нас сегодня? 20-20, 54. Вот он, видите? Статус. Requested. Хитро, нет. Было бы хорошо, но нужно в данном случае связывать, я же говорю, связывать еще с Оргестратором и с сервис-менеджером. Ну, можно без сервис-менеджера просто с Оргестратором связывать, чтобы он отправил сообщение еще на email. Если бы такая таблица в базе обновилась, и там будет в базе, собственно, список активных аппрувов. Увы, это не реализовано. Вот. Что? Но вы же с компьютером сидите, и вы пишете, вы же нет имени группы? Чтобы группа каких-то администраторов опровела? Да, на здоровье, мы об этом будем говорить в нашем четвертом семинаре. Собственно, ролевое инвестирование. То есть вы можете сказать, что у вас там есть отдельный пользователь, который занимается в конфигурации менеджере только установкой апдейтов. Только удаленным управлением, только установкой программы. Либо они просто мониторяя самым сексом, смотря, что с ним происходит. И тогда пользователи ничего не смогут делать в конфигурации менеджере, например, только устанавливать программы, если они входят в группу администраторов программ. Там мы, по-моему, Application Administrator это назывался. Как-то так. Получили мы этот аппрув, точнее, получили реквест, ну и вот пишем ответ. Вот так вот. Договорились. И статус поменялся на аппрув. Переходим к нашему каталогу. А, здесь вот, кстати, ViewHistory, все там в порядке. Здесь можно посмотреть переписку нашу. Гениально. Сейчас с администратором. Можно пообщаться. Початиться, но только один сообщение. Не, ну если вы девушка, можете признаться в любви от места. Через запрос там на линклиент. Да. Просик есть. Конечно. Что? Пусто. Я сегодня выполняю любые желания. Да. Какой он стал Аддобридер? Аддобридер девак. Я не совсем. Вы, наверное, не выловили суть. Мы еще не поставили. Мы только его попросили разрешить нам ставить. Теперь у нас кнопка Request изменилась на Install. Теперь мы нажимаем Yes. И сейчас, если я все правильно сделал, если небеса будут к нам благосклонны, то у нас удалится 9-й Акробат Ридер, установится 7-й, установится 7-й, установится 7-й, и установится Акробат Ридер 10-й. По запросу что? По запросу что? Там было опубликовать или по запросу? И опубликовать им принуждение. То есть, либо мы говорим, у нас есть софт, хочешь устанавливай, либо мы говорим, на пофигу, что там, хочешь ты не хочешь, на тебе софт принудительный. То же самое, что и было в 7-м конфигурации менеджере. Либо мы предлагаем устанавливать, либо мы обязательно его инсталлируем. Так, что? Происходит что-то, я надеюсь. Или нет? Или что-то сломалось? О, отлично. А, теперь что-то сломалось, да. Я думаю, что она что-то не отработала с требованием. Может быть. А может и нет. Ох. Что же ты так вот? Теперь я начинаю совлекать на процесс чтения вода. Наверное, хотели бы. Что-то я там намудрил. Я глядил. Так, это музыка по компьютеру. Не захотелось. Не слетел. Кто-то не нашел. Клейм поставляется в Windows. Вот, вот это цена. Ладно, что-что. Надо было сведиться. Что такое? Что такое? Ну, не совсем понятного. Он несет 0,2. 15. Хаба 3,9 на 6,2, и все. Да, это 7-zip. Давайте проверим. 7-zip, по-моему, за 2 таких обрежения. Связка. Да. Ну, вот мы в данном случае это, наверное, вы видели. Хотя 7-zip видите, сам заезжает. Complete. Да, вот он у нас приехал. Видите, все работает. Акробат. Теперь еще раз акробатик. А, чтобы он его обнаружил и не стал инсталлировать? Какой хитрый план. Вот. Это коллективный разум. Это отлично. Давайте попробуем. Что же там будет? Какой хитрый план. Я бы еще сидел, был и читал. Нормально, не устраивал. Вот. Но мы сказали, что если мы инсталируем акробатридер 10-й, то мы хотим зацепить прицепов еще и 7-zip. О, ярмычок исчез. Работает. Секунду терпения. Ну, можно без оплаты спрятантов, поскольку у нас был маленький фейл. О! Фейл. Работает. А как прокомментирует сообщение? Возможно, как предположение нужно посмотреть логи, возможно он отдал код возврата, а код возврата, какие у нас правильные. Здесь вот указано в свойствах приложения, какие коды возврата мы считаем правильными. Возможно, что-то там сказал в ответ, не то. но можно посмотреть логи. Вот. То есть он должен был либо много дать, либо семнадцать дать все. логи. Не будем логи смотреть? Не будем логи смотреть. В румане, однако. А в смысле системное? Вы хотите системное? Давайте. На здоровье. Мы прям пос уверены в том, что вы понимаете документы. Красиво. Бухгале 3 месяца плотной работы с конфидерацией менеджеров и начнете понимать его логичку. Что, это приложение у нас данная мили-система? Нет. Стаблер... Ну тут вроде как все хорошо. Не здесь как-то начинается. Не здесь как-то начинается. Приложение-то установщик. Установщик? Да, вот. Окончание процесса. Что вы хотите посмотреть? Да, да, система и установка. Вот приложение. Есть логи. Нет. Приложение, безопасность. А, извините, надо ничего. Могу себя позволить. Что вы вообще у нас еще? Съемная, все хорошо. Так что, логи соцем посмотрим. У вас все хорошо. У вас все хорошо. С моей стороны пулевылители. Нет, правильно. Наклеитель все заработал по большому счету. Да? То есть поставился и заработал. Ну вот он, да. Вот он сказал. Ну вот он, да. Вот он сказал. Или апгрейд. Да? Сопросили вот такое вот приложение. То есть, вот таким вот деплоймент-тайпом мы заменяем вот такой вот. Вот. Угу. Карл ставь на основу. Вот в золото стоит что-то по 7-Zip написал. А вот ридер. 7-Zip. А как же он установился тогда так отдельно? Пу-QN и юзер контекст. А мы кто здесь? Какой пользователь? 7-Zip? Я. Ну давайте. Да по-моему я там не мог налажать. Я никогда не делал приложение, но я не говорил. Что? На клиенте достал, я же показывал. То есть, мы его отдельно запустили, помните? Да. То есть, и вот он приехал как бы, и он работает. Ну то, что я так. А у нас там. Почему? Почему? Вы же говорили, что у нас зависимость от системы стоят, крылья, 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 крылья. Так, давайте сейчас программу посмотрим. У меня система 30, у меня система x86, семерка, не путайте. Семерка обычная. Я заинсталировал, ну здесь вот есть два, да? Кстати, вот здесь зависимость тоже, не зависимость, а требование. Видите? X64 приезжает только на Windows Server 2008 R2. А x86 приезжает на, куда он приезжает? На все семерки 32-битные. Поэтому туда не мог заехать 64-битные, 64-битные социальный зим. Как работа паровозиком, который цепляет? Как работа паровозиком, мы цепляем x86. В том-то, в том-то вся и шутка. Понятно, что ничего не понятно, да? Ну, для ясности за мнём. Вы видели, что там ключ у нас дефект. Да, и у нас осталось 6,5 минут. В общем-то, кто-то может поспорить, я готов аргументировать. Никто не хочет спорить? Как хотите? Ну, сказали бы там, configuration major плохой продукт. Вот это вот, вот это вот это. А я бы сказал вам, а вот нет. Нет, вопрос. А 2007-го он отличается процентом на 60. Это вот здесь просто не отличается, потому что… В каком-то функционале? В какой? В какой? В какой? В какой? В какой? В какой? В весь функционал был переделан. Если в каком? В каком-то функционале было добавлено, две, три галочки – другой функционал был полностью, переделывился для нас как architecture… freshmen… Установка предложений. Да? Та же самая иерархия. Что? Так вопрос. Вы не, не, не только в том, что у нас появилась какая-то красивая такая вот штука для пользователя, но в вопрос в том, что много чего изменилось. В 2007 конфигурация менеджера, как вы могли все это делать? Все эти те же самые зависимости, те же самые проверки на соответствии к чему-то. Для этого специально не делали скрипты, которые содержали в себе набор скриптов. Вам нужно было наберить вот такой скрипт, который бы проверял. А 513 мегабайт у вас отретено пометили? Нет. Много чего изменилось. Я не могу сказать, что все изменилось. На самом-то деле нет. Вот, например, там мало изменился функционал установки процентных систем. По моим наблюдениям, не так, чтобы уж, так сказать, ах, какое все новое. Суть осталась та же. Вот здесь вот это все переработано по, например, установке приложений. Та же самая иерархия. Сейчас нам не нужна такая глубокая иерархия, которая была раньше. С множеством вложений правил и сайтов. В принципе, было изменено все. Что-то чуть-чуть, что-то очень сильно. Я не могу сказать, что конфигурация менеджера 12 не отличается от 7. Много, иначе был днём, у меня было смысла. Нет, мы пока не отвечаем. С фото большого профита, мы получаем 6. У вас большой будет работа с 7 конфигурация менеджера? Отлично. Кто хочет скачать, кто-то хочет сфотографировать, я не знаю, или записать руками, может это сделать для того, чтобы скачать инсталлярку конфигурация менеджера, и погонять его. Кто не хочет устанавливать и гонять, тот может погонять виртуальные лабы на сайте technet.microsoft.com, есть виртуальные лабы, к которым вы подключаетесь просто и запускаете через интернет, виртуальные машины, с ними работаете, у вас есть. Задание на определенное время у вас прописано, что вы будете делать, то есть там по всему функционалу, начиная там от ролевой модели, иммиграции, заканчивая установкой приложений. Очень много лабы. Вы можете не фотографировать ссылки, завтра уже там пустим. А это будет сегодня вы с вами. Вдруг кто-то ночью придет и скажет, так, женщина отстанет, мне нужно инсталировать конфигурацию менеджера. А в блоге есть вот эти ссылки? Да, конечно. Ну, я регулярно публикую, там вышла какая-то новая лаба, да, я там блоги сделал запись, если вдруг там нашел ее, то есть я не выжидаю, пока их там накопятся новостей, каких-то там пачка, да? Могу не пытаться, если все равно, что-то... Да. Почему же, якось, если все, не депутаты как-то лошадь? Например, не собирать их локализацию, но будут, как-то лошадь? Нет. Не собирать, если вы явно окажете, что у вас есть какая-то коллекция, и туда вы настроите на эту коллекцию, сделайте отдельные кастомные настройки по клиентам, точнее, извините, по агентам, как я показывал, да? Вы говорите, вот у нас hardware inventory не собирается, назначили на эту коллекцию, и вуаля. Хотя, я не знаю, по-моему, можно расширить инвентаризацию и узнать, что это виртуальный хост, может быть, но сходу так вот, не скажу, как это делать, я где-то встречал решение. Так, чтобы вот в нем сразу это было, чтобы он там где-то показывал, что это виртуальный хост или железный хост, нету. Но можно, по-моему, расширить инвентаризацию, посмотреть, что там какие-то сервера, ну, так. А если агентар, вытащите эти атрибуты, и на основании атрибутов сделайте коллекции, сделайте отчеты, и будете видеть, что это там. На здоровье, если вы хотите на основании атрибутов, делайте атрибуты как киндариктор, и на основании атрибутов что-то там делайте свое. Еще вопрос. Да? Между первым и вторым, банки только пофиксены, но я заметил там пару галочек, они несущественные. Вот между второй бета и первым рейс кандидатов очень существенны, разница, много было чего сделано. Между первым и вторым нет. Ну, второй стабильнее, конечно, во втором работает все шустрее, то, что не работало в первом, там я работал так, с глюками, работает нормально во втором. Ну, вот такого, чтобы ах, ну, прям вот, много чего сделано нет, этого нет. Спросите, если у вас менеджера по лицензии. Менеджера по лицензиям, я не знаю, в каждой крупной компании, ну, или кто-то у вас покупает лицензии. Ну, вы покупаете лицензию, насколько я сейчас знаю, там, поменялась система лицензирования, сейчас в одной лицензии и без лицензии и на конфигурация на 12-й, и на BMM-12-й. Вот, отдельно купили сервер, отдельно купили лицензию на клиентов. Либо купили пакет лицензии на весь систем-центр. Вот, но там тоже есть разница в цене и отличие, там, немного моделей лицензирования. То есть, либо вообще на весь систем-центр-сьют, то есть, на все продукты систем-центр-2012. Правда, не моя работа. Парат лицензируем, словно я комментирую. Можно еще раз? Кто-кто? Ну, допустим, вы использовали домен... Ну, да, у меня локальная лампа, ферма лампы. Будет один просто ферма. Путь, давай. Чем-то, наверное, последствия не обезлили в систем-центр. Не встречал таких проблем. Ну, вы вообще встречали и хотелось бы, чтобы... Еще вопросы. Всем все понятно, всем все хорошо? Да. Виндос Фон, Симбиан, Виндос... Ну, как это называется? Виндос Фон, Виндос СЕ, кто там видит Виндос Фон был еще? Виндос Мобайл. Виндос Мобайл, да. И, возможно, в Эртейме будут поддерживаться Эппл. Андроид. Нет, такие дырявые поделки ониían外 происотеют поддерживать. И никому не интересны. В Блэкберрию нет. Ну, по той информации, которая есть на текущий момент. Да. А вот если ты сам сдавился, да, этот АДО-ПРИДА, нам надо выгнать, я там просто указывал, давай там создано управили уже сам путь к новому инсталлятору, либо надо полностью переделывать. Вот, десятый, да, там вышло, там на одну сферу приложение увеличено. Вот надо, допустим, обновить это. Ну, либо не всем, но, чтобы новые клиенты поставили уже. Ну, в любом случае, вам сначала нужно обновить контент, да? Обновить контент, то есть, чтобы на Distribution Point приехали новые файлы. Да, на Distribution Point да, это обновляйте вручную. Почему вручную? Ну, вы просто в папку, в исходную папку, где бежат у вас файлы, вы туда забросили новые файлы и сказали обновить на всех Distribution Point. Туда приехали новые файлы. А имя файла, если оно такое же было, такое осталось, да? Да. А в угол обновлений, если на сусе обновления одобряются вручную, они никак не приезжают на адрес? Никак они не приезжают, вы обновления управляете только через SC. То есть, то, что вы делали на сусе, я делаю на SC? То, что вы делали на сусе, вы когда начинаете устанавливать обновления через Configuration Manager, вы забываете про сус, вы вообще его консоль не открываете. То есть, у меня такая, грубо говоря, панель, и я там... Нет, не грубо говоря, у вас консоль консоль Configuration Manager, и вы из неё конфигурируете что скачивать, кому устанавливать, какое время устанавливать, на каких условиях устанавливать и так далее, и так далее. И на это будет отдельная... Я имею в виду, что обновления, которые приходят на в сусе, я руками отбираю, какие устанавливают, какие нет. Они не приходят на в сусе. Вы говорите в сусе. Вы в сусе управляете через Configuration Manager. В сусе вы говорите, какие метод-данные скачивать, метод-данные о каких продуктах. Да. И потом они все приезжают. А потом вы говорите, что я хочу из 38 обновлений, которые приехали вчера, я хочу скачать вот это и это, и поставить на клиентов. То есть сначала скачиваются метод-данные, вы информацию в консоли видите, что что-то новое приехало, а потом вы принимаете решение, устанавливать это или не устанавливать. Либо делаете автоаппрув, где у нас там в Configuration Manager появился автоаппрув. В седьмом этого не было, сейчас это есть. Автоаппрув, вы делаете правило, вы говорите, если у нас приезжает какое-то приложение, если оно-то нужно хоть одному компьютеру, мы его скачиваем и сразу устанавливаем. Вы вообще консоли тогда не касаетесь. Работают сами правила по списанию. Да. Вопрос. В Сусе я настроил правила для оттуда ограбления, которые раскрываются у меня по машинам, и так далее, которые включаются в консоли, и в клиентах придется эти правила ваше делать? Да. Вы отключаете все групповые политики, которые связаны с Сусом. Вы отключаете их, ваши клиенты с Сусом сейчас не работают. Вы это все прописываете в Configuration Manager, кто у вас является Сусом. Вы говорите, что этот компьютер. И эти же политики, в принципе, те же самые, приезжают на клиента. Но другим путем, да. То есть, уже теперь у вас... Через месяц, которые у вас появились. Да. То есть, он знает, его политики приезжают, он знает, что у меня Сус такой-то. Там же работает тот же самый Windows Update Agent. Он также ходит на Сус, синхронизирует это данное. Он говорит, о, а на Сусе появилось вчера, а у меня вот не появилось. Ага. И мы помечаем, что такого-то обновления у нас нет. Информация сохраняется в VMI. Потом эта информация проходит цикл. Эта информация отправляется на сайт Configuration Manager. На Management Point. Management Point передал информацию на Configuration Manager. Configuration Manager передал информацию в базу данных. Вы открыли отчет и видели, что на каком-то компьютере нет какого-то обновления. То есть, вы говорите, что на компьютере нет какого-то обновления. Напрямую, еще раз. Но в Сус все равно будет работать. Получается, через Configuration Manager. В Сус не качает. В Сус качает только метаданные, и с ним синхронизируются клиенты. В этом его род. Обновление качает Configuration Manager. Угу. У нас уже как-то поджимает время. Да. 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 Вы сказали, что сайт сервера и он не пустит. Да. А как вы резервировали? Никак. Веселого электрика. Не пускайте веселого электрика. Не пускайте. Ну а как вы резервируете все остальное? Ну есть же серверы, которые не резервируются. Да. Что угодно делайте. То есть вы можете бэкапить Configuration Manager. Он бэкапит. Он со своей задачей бэкапит себя, нужные служебные файлы. И бэкапит базу Configuration Manager. И куда-нибудь там его можно выкладывать. Да. Этот бэкап. Если у вас сегодня упал Configuration Manager. Ну вот просто кирдыки. Заново заинсталировали и подняли из бэкапа. Но по-другому никак. То есть я же говорил вам. Вы не можете там поднять второй, третий СССР. Если первый файл. Вы можете это делать с менеджмент-поинтами. То есть только так. То есть из своего родного бэкапа его можно восстанавливать. По-другому бэкапу. Что? Ну если у вас там база на гигабайт. Ну это там восстановится за немножко времени. Если у вас Configuration Manager работает там пять лет. И там база я не знаю. Если у вас там пять тысяч клиентов. И у вас там база большая. Ну. Это не является. Configuration Manager не является очень важным сервисом в компании. Да. И поэтому. То есть это не бизнес-критическое приложение. Не бизнес-критичное приложение. Соответственно ему нужна отказоустойчивость. По ним такая вот ах. Да. Как там для той же почты. Те же там прокси-серверов. Там для сетевых каких-то железок. Я не знаю. Ну палку. Ну почесали голову. Ну расстроились. Ну взяли поднялись быка. Еще вопросы? Все? Вопросов нет? Всем до свидания. Спасибо. Всем спасибо.